Партнер программы. Сеть магазинов Абсолют. Расскажу вам я, Юлия Пермякова. И вот главные темы. Расскажу вам я, Юлия Пермякова. Расскажу вам я, Юлия Пермякова. Расскажу вам я, Юлия Пермякова. Халатность и несоблюдение правил ПДД чуть не стоили жизни пятилетнему ребенку. На днях 25-летняя мать двоих детей управляла автомобилем Toyota Mark II. В районе поселка Исток она не справилась с управлением и съехала с проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия она травм не получила, пострадал ее 6-летний ребенок. Мальчик находился в автомобиле без детского удерживающего устройства. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение. Второй ребенок, к счастью, не пострадал, так как находился в специальном детском удерживающем устройстве. Отмечу, что нерадивая мать получила права всего полгода назад, однако о правилах дорожного движения почему-то сразу забыла. В итоге за ее беспечность расплачивается сын, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Законсервировал соседа. В Бурятии осужден 30-летний житель поселка Нижний Ангарск. Напомню, в ночь на 25 апреля при распитии спиртных напитков у злоумышленника с односельчанином произошла незначительная ссора, в ходе которой пьяный хозяин дома схватил со стола нож и нанес собутыльнику 11 ударов в грудь и шею. Потерпевший скончался на месте. Преступник отнес целого мужчины во двор и спрятал в металлической бочке, после чего сжег окровавленную одежду и прибрался в доме. А потом в течение двух суток продолжал употреблять спиртные напитки. Загулов решил избавиться от тела и с этой целью позвонил своему приятелю, которому, не объясняя причины произошедшего, попросил перевезти металлическую бочку в соседнее село. 28 апреля 2015 года в три часа на посту ДПС поселок Нижний Ангарск для проверки был остановлен автомобиль Нива с прицепом, в котором находилась металлическая бочка. Во время досмотра в данной емкости было обнаружено тело пропавшего мужчины. Добавлю, что убийца сразу же был задержан. В ходе проверки его показаний в печи дома преступника был найден нож, который мужчина вместе с окровавленной одеждой закинул в топку. Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В Бурятии случаются и абсурдные происшествия. 11 июня в Улан-Удэ неизвестные украли из магазина косметики в советском районе товар на общую сумму более 5000 рублей. Работники универсама сразу же обратились в полицию с заявлением, а на следующий день воровка вернулась торговую точку для уточнения стоимости похищенных косметических средств. Однако уйти гражданке не удалось. Работники магазина ее узнали и тут же задержали. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены личности предполагаемых преступников. Ими оказались 35-летняя женщина и 16-летний подросток уроженца Мухаршибирского района. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Добавлю, что в отношении женщины и ее несовершеннолетнего соучастника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас ведется следствие. Движение электричек по маршруту Мысовая-Улан-Удэ восстановят со 2 августа. Вот только какой ценой? Стоимость проезда установлена в 875 рублей. Для сравнения, билет до Иркутска в плацкарте стоит чуть больше 1000 рублей. Это при том, что расстояние в два раза больше. Электропоезда будут ходить несколько раз в неделю. Три электропоезда, два из Улан-Удэ в Масовую и один обратно будут ходить по воскресеньям, средам и пятницам. Отправление электричек будет проходить два раза в день в 18.25 утра и в 17.28 вечера. Одна электричка из Масовой до Улан-Удэ будет курсировать по понедельникам, четвергам и субботам в 17.37 вечера и в 4.05 утра. Подробное расписание электричек вы можете узнать на сайте РЖД. Из-за большого задымления Роспотребнадзор Бурятии советуют запастись марлевыми повязками и масками. Лесные пожары уже действуют в 12 районах республики. Площадь превышает более 20 тысяч гектаров. На особом контроле находится порядка 50 очагов. Из-за этого в атмосфере республики зарегистрировано повышенное содержание вредных веществ в воздухе. С начала регистрации лесных пожаров, содержание диоксида азота и взвешенных веществ превышало гигиенические нормативы от 1 до 2,5 раз. Исследовано 280 проб воздушной среды в связи с задымлением населенных пунктов. В 8 зарегистрировались превышения гигиенических нормативов по диоксиду азота почти в 1,5 раза и взвешенным веществам почти в 2,5 раза. С 24 по 27 июля отобрано 18 проб атмосферного воздуха в Улан-Удэ, Кабанском и Заиграевском районах. Содержание взвешенных веществ не превышало предельно допустимой концентрации. Ведомстве рекомендуют без необходимости не открывать окна и не выходить на улицу. В нашу рубрику «Книга жала» пообратились жители дома номер 17 по улице Барсоева. Оживленное движение автомобилей в жилой зоне причиняет им массу неудобств. Машины движутся на большой скорости, не обращая внимания на пешеходов. В проблемах горожан разбиралась Аюна Чертарова. Это сквозной проезд с улицы Барсоева на улицу Смолиных. Каждый день здесь проезжает несколько сотен машин, причем зачастую совершенно не снижая скорость. В этой жилой зоне в течение уже 3-4 лет происходит транзитное движение автотранспортное, как вы видите. Причем довольно интенсивный поток здесь движется, порядка 500-600 машин в сутки. Согласно правилам дорожного движения в Российской Федерации, как известно, транзитное движение в жилой зоне запрещено. Несмотря на это, ГИБДД и городские власти полностью игнорируют этот факт. По словам жителей, дорожные знаки здесь есть. Здесь только нет ни знака жилая зона, ни знака пешеходный переход, ни ограничения скорости. Жалуются на их отсутствие и прохожие. Конечно, беспокоят же машины. Тем более, тут постоянно машины ходят. Тут и пройти тоже иногда боишься. Как бы машины из-за угла, вот там особенно. Часто хожу по этому маршруту. Приходится долго ждать, чтобы пропустить машину. Порой бывает большое оживленное движение. Быстро ездить? Быстро, да. Иногда могут быть такие ситуации, когда они даже не сигналят. Ну, бывает лихачи есть такие, особенно женщины. Так-то вроде все нормально. Кроме вот этой вот дороги неловко. С трех сторон, с четырех даже. Да, вообще я считаю, что у нас не только здесь опасна дорога, но и в других частях города. Ну, здесь, да, действительно, посмотрите, магазин мы, видите, расположены. Сама тоже в этом доме живем. Мне лично неудобно. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь, не знаю, или расширили, или немножко сюда отодвинули поближе. Все-таки это жилая зона. Это практически самый центр города. Здесь расположено множество социальных объектов. Каждый день тут проходят сотни людей. Гуляют дети, пенсионеры, и все они ежеминутно подвергают своей жизни опасности. Жители улицы говорят, что мелкие инциденты здесь происходят постоянно. Хотел бы обратить внимание городских властей, а именно главу администрации советского района, в администрации города Улан-Удэ, а также начальника ГИБДД, управлением ВД по городу Улан-Удэ на, значит, опиющее многолетнее нарушение. Мы, в свою очередь, передадим это обращение в контролирующие органы и продолжим следить за ситуацией. И к другим темам. Китайцы займутся Байкальской гаванью. Инвесторы из Поднебесной планируют построить логистический центр в городе Улан-Удэ и туристко-развлекательный центр на территории особой экономической зоны Байкальская гавань. Соглашение между Бурятией и Китаем было подписано накануне на презентации в городе Шиньян. Флэшмоб под названием «Селфи с Лениным» пройдет в Улан-Удэ. Далее короткий обзор мировых новостей. Об этом вам расскажет мой коллега Александр Иванчиков в картине дня. По всему миру начались продажи Windows 10. Новая операционная система от Microsoft будет синхронизирована работать на компьютерах, смартфонах, планшетах и на игровой приставке Xbox. Те, у кого установлены операционные системы Windows 7 и Windows 8, смогут бесплатно обновиться до новой версии. Конечно, при условии, что они не пиратские. Газпром потратил на невостребованные проекты 2,4 триллиона рублей. Такие цифры приводит газета «Ведомости». В качестве одного из неудачных инвестиционных проектов газета приводит «Штокмановское месторождение», которое пришлось заморозить с убытком в 22,3 миллиарда рублей из-за роста сланцевой добычи в США. Боль и стыд, друзья! Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил антирекорд Лиги Чемпионов после того, как пропустил два гола в матче Лиги Чемпионов со Спартой. Это был 28-й матч подряд, в котором Акинфеев пропускает. В последний раз он смог сохранить свои ворота сухими 1 ноября 2006 года, то есть 9 лет назад. 9, Карл! Всего же в 28 матчах Лиги Чемпионов Акинфеев пропустил 56 голов, 10 из них от Мюнхенской Баварии. Всероссийский флешмоб под названием «Селфи» с Лениным решили организовать коммунисты. Инициативу уже поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Таким образом, у жителей Бурятии есть все шансы на победу в конкурсе, поскольку в Улан-Удэ находится один из самых необычных памятников основателю советского государства. Авторы лучших селфи получат планшеты с закачанными на них полным собранием сочинений Ильича. ОАО «Читайнергосбыт» обязали пересчитать незаконно начисленную жителям Бурятии плату за общедомовые нужды. Напомню, еще в феврале жилищная инспекция Республики подала в суд на энергетиков. Причиной стали заоблачные цены на ОДН. С 26 ноября по 23 февраля в Бурятии отсутствовал тариф на безнормативное потребление электричества. Чтобы возместить свои затраты, энергетики распределяли плату соседей-бесчетчиков на всех жильцов дома. Затраты у горожан на общедомовые выросли до нереальных. Когда нам в конце 2014 года и в начале 2015 года стали поступать заявления о резком увеличении платы за общедомовые нужды, мы увидели отступление от закона. Мы, соответственно, отреагировали, подали иск в районный суд. Суд нас поддержал. Но и на этом дело не закончилось. Читай-энергосбыт пыталась оспорить решение вышестоящей инстанции. Но слабые доводы энергетиков были неубедительны. Верховный суд Бурятии остался на стороне жилищной инспекции и жителей республики. 6 июля решение вступило в законную силу. А буквально вчера служба судебных приставов возбудила исполнительное производство о перерасчете платы за ОДН. Сегодня представителю организации Читай-энергосбыт вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. И установлен добровольный срок для исполнения решения суда в течение пяти дней. В дальнейшем, если должник не исполнит решение суда, в отношении должника будут приняты меры принудительного характера, предусмотренные порядком исполнения исполнительных производств неимущественного характера в отношении юридических лиц. В ближайшее время Читай-энергосбыт должно сделать перерасчет за неправильно начисленные ОДН во всех домах, где это произошло. Каким образом это будет происходить, нам выяснить не удалось. Ответственный сотрудник Читай-энергосбыт оказался в отпуске. Но, как нам пояснили в жилищной инспекции, скорее всего, оплаченные суммы останутся на счетах жителей. И какое-то время им просто не придется платить. По результатам перерасчета мы в республике увидим, на какую сумму сделан перерасчет, к какому количеству граждан сделан перерасчет. То есть, в ближайшее время собственники своих платежных документов, я надеюсь, увидят реальный перерасчет, который был неправовмерно сделан у ООО Читай-энергосбыт. Самый простой выход из подобной ситуации – создать совет дома и самим контролировать расходы. Аюна Чертарова, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. Театр 21 века. Накануне стало известно, что Сергей Левицкий станет новым художественным руководителем русского драматического театра. К исполнению своих обязанностей молодой режиссер приступит с 3 августа. Ранее, с января 2011-го, этот пост занимал Анатолий Баскаков. Министерство культуры не стало продлевать с ним контракт, который стек в начале июля, объяснив это пенсионным возрастом режиссера. Чего ждать от нового и старого худруков русской драмы узнала Наталья Китаева. Молодежный художественный театр создан в 1980 году как общественный театр под руководством Анатолия Баскакова. Он сделал его заметной творческой единицей не только в Бурятии, но и на всей театральной карте России. В 2011-м Баскакова приглашают на должность художественного руководителя русского драматического театра. Четыре года прошло. 5 июля у него заканчивается трудовой контракт, и Баскаков принимает решение вернуться к работе в «Молодежке», которой в этом году исполняется 35 лет. К этой юбилейной дате уже с сентября начнутся репетиции будущих художественных инсталляций и спектаклей. Что-то из прошлого репертуара, но будет и принципиально новое. «Молодежка» всегда была, формально называлась «Молодежка», но в отличие от всех театров, это не был театр, который только показывает спектакли и все. Это был некий центр, в котором проходили разного вида работы, начиная от художественных, кончая экологическими, и разного-разного плана поддержки всех социально активных ребят. Нечто подобное будет продолжено, но впереди много нового. Например, создание Центра современного искусства и продвижение республиканской программы. Которую сами сочинили, защитили и получили грант. Проект «Театр у школьной доски» связан с годом литературы. Суть проста. Театральными формами и театральной игрой подойти к материалу, который ребята изучают в школе, в старших классах, в форме урока. Влюбить их в литературу, а значит развивать школьные и студенческие театры. Ведь, по словам Анатолия Баскакова, без этой почвы настоящий театр просто мертв. В настоящее время в городе Улан-Удэ во всех профессиональных театрах театры мертвые. Знаете почему? Не потому, что они плохие, а потому, что почва, на которой они питаются, исчезла. Вот в чем дело. Поэтому надо пересматривать планы театров профессиональных, если мы хотим спасаться. Переделывать их не в количестве постановок, как сейчас финансируется, и в количестве показов. Это не важно. Это гон в никуда, а в уровень и качество. И поэтому, я думаю, если эти театры, как бурятские академические, русские драматические, кукольные, вернутся не к количеству показов, а к качеству, зачем и для чего, и работы с людьми, то тогда результаты будут. А сейчас их нет. Напомню, в ноябре 2014-го артисты русского драматического обратились к своему руководству и Республиканскому министерству культуры с просьбой не продлевать контракт с Анатолием Баскаковым. Артисты выразили недовольство и потребовали подробную стратегию развития театра на срок не менее чем три года. Баскаков такой информации не предоставил. Срок действия трудового контракта Анатолия Баскакова истек 5 июля. Что касается его работы художественным руководителем в театре русской драмы, то я считаю, что театр русской драмы и Министерство культуры и все театральное сообщество просто ему должны сказать большое, громадное спасибо. И проводить его с этой должности должны были не так, как его проводили. А с большим уважением к его заслугам, с большим уважением к его имени. Новым художественным руководителем русского драматического станет молодой режиссер Сергей Левицкий. Он заявил о себе в апреле 2015-го, представив премьеру спектакля к 70-летию Победы драму «Фронтовичка». Работу сразу окрестили новым театральным явлением – прорывом сезона, без клишей и шаблонов. Пьеса, выбранная театром в год юбилея Победы, нетипична. Прежде всего тем, что изложена не в духе привычного шаблонного восприятия темы войны. Ты напишешь? Ты точно напишешь? Чего ты борешься, малышка? На, вот возьми. Нет, себе, я забываю. Возьми. Приедешь, ты умрал платье за себе, купи какую-то немки в господину, помнишь? Разве у нас такие бывают? Ну, попроси, она сошли. Мария Петровна, закругляйтесь, мне в штаб надо! Очень хорошая работа, очень качественная, очень профессиональная, очень грамотная, очень талантливая. И, как сказал Анатолий Борисович Баскаков, это такой театр, которого здесь никогда не было, которого здесь никогда не видели, и это очень современный театр. Чего ждать труппе от нового худрука пока неизвестно. Сам Левицкий от комментариев по назначению на новую должность отказался. По его словам, уже в первую неделю августа он проведет для журналистов пресс-конференцию, на которой обозначит свои планы и видение развития театра. К своим должностным обязанностям молодой режиссер приступит уже 3 августа. Наталья Китаева, Александр Хомоганов, первая альтернативная. Такими были события четверга. Спасибо, что были с нами. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся на АТВ. Субтитры подогнал «Симон»